Рабочая поездка Валентины Матвиенко в Липецкую область началась с посещения нового корпуса перинатального центра. Его открыли всего полгода назад и уже приняли две тысячи родов. Главное чудо в жизни липчанки Галины Стрекаловой случилось буквально за полчаса до визита высоких гостей. После изучения многочисленных отзывов она решила, рожать первенца Ивана будет только здесь. И не прогадала. Без хирургического замечательства, то есть я от вас самостоятельно, благодаря той премии считаю. Сюда приезжают рожать со всей области и даже из соседних регионов. Наталью Корневу по экстренным показаниям привезли из Тонового в прошлую среду. Раньше срока. Кесарево прошло успешно. Своего сына Наталья назвала Иваном. Он появился на свет 18 января в день Иоанна Крестителя. Сегодня на выписку дома Ваню заждались счастливый отец и 15-летняя сестра. Разница, конечно, не видна. Сейчас были современные оборудования. И врачи очень обходительные. Медперсонал тоже. Большое спасибо всем тем, кто помог мне в рождении моего сына. Операционный блок состоит из пяти атероскопа. Валентине Матвиенко показали, как налажена система неотложной помощи при родах. По статистике, около 40% женщин проходят через кесарево сечение, нередко осложнённые рядом факторов. Перинатальный центр оборудован по последнему слову медицинской техники. Вкупе с высококвалифицированными кадрами это позволяет помочь в том числе беременным группы высокого риска, заболеваниями сердца, лёгких, эндокринной и нервной систем. Особое внимание новорождённым с экстремально низкой массой тела. К слову, все жизненные показатели младенца проверяют уже в первую минуту после рождения. Операционные соединены окном с детской комнатой. Маленьким пациентам максимум комфорта. Измеряются его основные параметры. Это удовольствие, содержание кислорода в крови. Лаборатория клинической диагностики, как истинно, в последней инстанции. Без высокоточных исследований не проходят ни одни роды. Весь спектр анализов от простых данных свёртываемости крови до биохимических показателей. В случае осложнённых родов специалисты дают рекомендации, можно ли переливать кровь, какие препараты показаны, а на какие строгая табу. Мы работаем на современных гематологических анализаторах. Это очень быстро. У нас женщины поступают различные тяжёлые. Бывают тяжёлые дети, когда анализ нужен экстренно, поцита. Он делает его буквально за несколько минут. Строительство второго корпуса медучреждения началось весной 2014 года. Липецкая область вошла в число 30 регионов участников федеральной программы развития перинатальных центров. Новое здание рассчитано на 130 коек, 8 родильных залов, 20 реанимационных мест, 30 для второго этапа выхаживания младенцев. На современное оборудование потратили 500 миллионов рублей и закупили всё необходимое для спасения жизни мам и малышей. От инкубаторов для выхаживания новорождённых до аппаратов вентиляции лёгких. Как сегодня оборудованы эти медицинские центры, какой там профессиональный медицинский персонал, как они бережно относятся к людям, ну, таким объектам можно позавидовать и ни одной стране Европы. Перинатальный центр – это центр, где сосредоточено самое современное оборудование, самые современные технологии. И я уверена, что это положительно повлияет в лучшую сторону и на младенческую смертность. А это уже региональный сосудистый центр. Председателю Совета Федерации показали блок интенсивной терапии и операционную. Здесь больных возвращают к полноценной жизни после инфарктов и инсультов. Необходимую подготовку медики прошли в ведущих кардиоцентрах страны. И кровоотерапия, и пластика, и слентирование – это всё было чудом, только мечтать. И эти три тысячи жизней уходили. Сегодня, благодаря тому, что помогли в рамках модернизации здравоохранения, помогла Москва в целом, федеральный центр в целом, парламент поддержала. Сегодня три тысячи жизней минимум просто сохранялись. Ему квоты дают на высокотехнологии? Да, у нас имеются федеральные квоты. Региональный сосудистый центр в Липецке и ещё пять в городах и районах области. Ежегодно в них оказывают помощь более 10 тысячам пациентов с мозговыми катастрофами. Смертность от инфаркта миокарда в нашем регионе стала ниже среднероссийской. Чуть больше 9%, в то время как в среднем по стране – 13%. Послеоперационный блок, да, оснащение у нас полностью следящее, оборудование имеется, искусственный аппарат и хатерина имеется, но дефибриллятор, все оснащение, которое необходимо по порядку оснащения и частной помощи для блоков интенсивной терапии. В блоке интенсивной терапии Валентина Матвиенко пообщалась с пациентами и пожелала им скорейшего выздоровления. По статистике, в Липецкой области почти половина больных после инсульта возвращаются к полноценной жизни. Смотрите, какие врачи у вас тут замечательные, оборудование следят за вами. Поправляйтесь, пожалуйста. Всего доброго. Также Валентина Матвиенко пообщалась с медицинским персоналом и высоко оценила кадровую политику Липецкой области в сфере здравоохранения. Для врачей в регионе разработан целый комплекс мер соцподдержки, что позволяет привлекать в медицину Липецкой области младых профессионалов.